На канале уже было видео по установке докер в Ubuntu, и тогда десктоп-версия докера была в разработке. Сейчас же она вышла, и в данном видео мы произведем установку докер-десктоп. Перейдем на официальный сайт докера. И нажмем на кнопку загрузки докер-десктоп для линукса. Здесь пролистаем вниз. И выберем платформу. В данном случае это Ubuntu. И скачаем деппакет. Обновим индекс пакетов с следующей командой. Перейдем в папку загрузки. Из следующей команды запустим установку деппакета. Получим ошибку то, что не все зависимости были установлены. Исправим это установив докер-интерфейс командной строки. Для этого установим необходимые пакеты. Далее создадим папку для GPG ключа. И установим GPG ключ следующей командой. Далее добавим репозиторий докера. Снова обновим индекс пакетов. И в следующей командой установим все необходимые пакеты. Интерфейс командной строки. Далее проверим работоспособность докера, запустив приветственный образ. Как мы видим все успешно установилось. И мы получили приветствие. Теперь вернемся к нашему деппакету. И установим его. Далее запустим докер-дисктоп. И увидим то, что докер-дисктоп остановлен. Добавим нашего пользователя в группу докер. Для того, чтобы можно было запускать образы без прав администратора. Для этого следующей командой добавим группу докер. Нам вывело то, что она уже существует. И добавим нашего пользователя в группу докер. Теперь необходимо перезагрузить систему для того, чтобы изменения вступили в силу. После перезагрузки снова попробуем открыть докер-дисктоп. И получим то же самое сообщение, что докер-дисктоп остановлен. Следующими командами проверим то, что все пакеты докера были установлены. В данном случае это докер и докер-композ. Также если мы посмотрим системные требования, то увидим то, что нам необходима KVM виртуализация. Запустим KVM и проверим статус KVM следующей командой. Как мы видим, нам вывелось сообщение то, что KVM не существует. И для более подробной информации выполним данную команду от имени администратора. И увидим то, что KVM выключен в BIOS. И нам необходимо включить технологию виртуализации в BIOS. Перезапустим систему и зайдем в BIOS. В данном случае у меня BIOS от Gigabyte на процессор AMD. Здесь необходимо зайти в расширенные настройки частоты. Далее в расширенные настройки процессора. И включить CVM мод. По умолчанию он был выключен. Это и есть наша виртуализация. Сохранить изменения и выйти. Теперь снова проверим статус KVM. И как видим, KVM существует и может быть использован. Попробуем запустить Docker Desktop. И как видим, он запускается. Проверим работоспособность запустив контейнер на порту 8080. Откроем его в браузере. И увидим приветственную страницу. На этом установка Docker Desktop завершена. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok